Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Анастасия Гулис. И сегодня я хотела бы рассказать вам о растениях, которые помогут создать вам сад в прованском стиле и заменить собой такую красивую, но довольно капризную и не всегда хорошо чувствующую себя в наших широтах лаванду. Поскольку основное растение сада в прованском стиле именно лаванда, это растение необходимо каким-то образом подобрать ему достойную замену в вашем саду, чтобы создать полную иллюзию присутствия на юге Франции. Какие растения могут подойти для этой цели? Прежде всего, это ряд зимостойких многолетников с голубыми и синими цветами, а также с цветами сиреневато-розового оттенка, поскольку существуют сорта лаванды с розовыми и сиреневыми цветами. Кроме того, можно использовать ряд однолетних цветочных растений, которые создают внешний эффект присутствия лаванды в саду, но при этом у вас не возникает никаких проблем с их зимовкой, поскольку они рассчитаны, в принципе, на один год выращивания садов. Какие же это растения? Ну, на мой взгляд, внешне лаванду наиболее сильно напоминает такое растение, как вероника седая. Это растение произрастает на юге Европы, но несмотря на то, что в природе оно встречается на юге Европы, это горное растение, и, соответственно, оно более приспособлено к холодным зимам, к бесснежным зимам, и достаточно хорошо зимует на севере Украины, в Белоруссии она хорошо зимует, она хорошо себя чувствует в Казахстане, во многих областях России. Это растение отличается сизыми, такими серовато-опушенными листьями, очень напоминающими листья лаванды, но более широкими, а также голубыми цветами, собранными в колоссовидные соцветия. Издалека это растение действительно производит иллюзию лаванды. Также можно использовать для более влажных мест, которых также часто растение лаванда не хочет, поскольку предпочитает сухую зимовку относительно. Можно использовать другой вид вероники, это вероника широколистная или австрийская. Внешне, конечно, она чуть меньше напоминает лаванду, поскольку листья у нее достаточно крупные, зеленые, но она также отличается красивыми колоссовидными синими или голубыми соцветиями, которые издалека производят именно впечатление лаванды. Особенно хорошо эта вероника сочетается с розами розового кремового цвета. Также можно использовать такие растения семейства губоцветные, которые являются некоторым родственникам лаванды, как змей-головники. Из наиболее устойчивых змей-головников, на мой взгляд, наиболее декоративным, является змей-головник рюйша. Это растение встречается на сухих лугах, также оно встречается на опушках сосновых лесов, то есть оно хорошо переносит сухие почвы, недостаток влаги и отличается узкими такими шиловидными листьями, невысоким компактным кустиком и яркими синими цветами, собранными в достаточно крупные колоссовидные соцветия. Ну, конечно, на лаванду внешне оно не очень сильно похоже, но это растение очень красивое, попробуйте его вырастить из себя. Кроме того, оно зимует очень хорошо, оно встречается в природе на территории Прибалтики, Белоруссии, Украины, России частично, поэтому проблем с его выращиванием быть не должно. Еще один вид змей-головника, который является эндемическим видом, который встречается только в определенных областях России, это змей-головник байкальский. Тоже очень красивое декоративное многолетнее растение, которое отличается невысоким плотным кустиком и очень поздним интересным цветением. В принципе, это время цветения второй волны лаванды, поэтому его также можно использовать в дизайне сада, для того, чтобы воссоздать некоторую иллюзию лавандового сада. Сад в прованском стиле, он подразумевает собой наличие каких-то пряных и приятных ароматов, а растения, которые мы рассмотрели ранее, отличаются невыраженным и достаточно слабым запахом. Поэтому предлагаю вам рассмотреть кандидатуры таких дублеров лаванды, как, например, и соп лекарственные. Это растение также относится к семейству губоцветные, и оно имеет достаточно интересный и приятный запах. Ну, конечно, этот запах достаточно сильно отличается от лаванды, и он напоминает смесь запаха горькой полыни и розмарина. Его еще иногда называют русским розмарином. Цветы у и сопа, у видового растения, сиренево-синие, а также существуют формы и сорта и сопа с белыми, розовыми и сиреневыми цветами. То есть можно, в принципе, подобрать себе более подходящее по внешнему виду растение. Кроме того, у и сопа есть форма с узкими листочками, которые еще больше напоминают лаванду, чем обычное видовое растение. Также очень интересное и красивое растение, которое имеет достаточно интересный и приятный запах. Это сальвия дубравная. Этот вид сальвии встречается в средней полосе России, в Белоруссии, на Украине, и он переносит даже некоторое затенение. Хотя, конечно, прованский сад не подразумевает собой наличие теневых участков. Также это растение очень легко вырастить из семян, и известны несколько сортов этой сальвии. В принципе, даже видовые растения ее очень хороши собой, и все они отличаются таким интересным лимонно-гераневым запахом. Ну, конечно, запах гераня не всем приятен, но достаточно интересный он. Также можно использовать такие виды из семейства губоцветные, как различные представители рода тимьян. Тимьян или чабрец. Чаще всего встречается и наиболее распространен в европейской части России, в Белоруссии, на Украине, такой вид тимьяна, как тимьян ползучий. Этот вид, конечно, на лаванду похож очень мало, но у него есть родственник тимьян блошиный или крупнолистный. Вот этот вид, он повыше, у него достаточно крупные соцветия, такого насыщенно-сиреневого цвета, и запах, ну, чабреца запах, то есть его сложно с чем-то сравнить. Конечно, это тоже не лаванда, но чем-то он напоминает запах орегано или душицы. Также это растение можно использовать как лекарственное растение. И естественным гибридом тимьяна ползучего и тимьяна блошиного является тимьян лимонопахнущий. Вот это растение, на мой взгляд, наиболее интересно в дизайне сада. Кроме того, с его помощью можно создавать интересные фитокомпозиции и различные чаи, поскольку само название этого тимьяна говорит о том, что у него в запахе преобладает нотка именно лимона или лайма даже, скорее, на мой взгляд. Это достаточно крупное растение высотой до 25 сантиметров. Этот вид тимьяна может переносить в него небольшое затенение, в отличие от предыдущих двух видов, которые растут на более таких открытых и солнечных сухих местах. Кроме того, он достаточно неплохо зимует, ну, в таких немножко сыроватых почвах. Один из самых, на мой взгляд, таких удачных заменителей лаванды, на мой взгляд, это прямо вот топ, это непета или котовник. Фасина. Это растение гибридного происхождения, это сложный садовый гибрид, и поэтому размножить его можно только вегетативно. Семенами это растение не размножается. Оно отличается плотным таким достаточно компактным кустиком. Цветы у него сиренево-фиолетовые, в небольших таких соцветиях листья не очень крупные и такие слегка сизоватые. Это растение отличается очень интересным таким приятным запахом, который можно получить смешением ароматов лимона, герани и розы. То есть, вот каждый найдет в этом запахе какую-то свою нотку, но запах действительно интересный и приятный. Это растение хорошо зимует, но оно не является очень долговечным. В среднем оно живет в садах около трех, ну максимум четырех лет. Потом его следует делить, либо обновлять черенкованием для того, чтобы продолжить его существование. Ну и еще один вид котовника или непеты – это котовник мусина. Этот вид более зимостойкий и несколько лучше переносит сырую зимовку, чем непетах фасена. Этот вид родом с Кавказа, поэтому он выносит достаточно такие суровые условия произрастания. Внешне он достаточно симпатичный, также напоминает лаванду издалека. Хорошим компаньоном является при выращивании роз и отличается таким более мужским запахом, на мой взгляд. Он имеет нотки мяты и лавра. Очень часто используется для ароматизации мясных и рыбных блюд. Также можно его использовать и как декоративное растение. Ну и вторая группа растений, которые помогут вам заменить плохо зимующую лаванду в саду – это однолетники. Этот список, конечно, был бы неполным без других видов лаванды, кроме лаванды узколистной, которую мы пытаемся заменить в своем саду. И таким видом является лаванда перистая. Внешне это действительно лаванда. Она имеет типичные для лаванды цветки, двугубые, неправильные формы, собранные в достаточно длинные такие колоски, колосовидные соцветия, которые при выращивании рассады зацветают приблизительно с конца июня месяца. Но если вы выращиваете ее безрассадным способом, то, конечно, цветения можно не дождаться. Это достаточно поздно зацветающее растение. Высаживает лаванду перистую рассадой в возрасте приблизительно 60-70 дней. Поэтому либо рассаду нужно покупать готовую, либо выращивать в домашних условиях, если вы увлечены этим растением и вам оно понравилось. Также можно использовать для воссоздания облика такого сада вербену жесткую. Этот вид вербены достаточно сильно отличается от более широко распространенной вербены гибридной. У вербены жесткой цветы такие сиренево-лиловые. Тоже они собраны в колосовидные соцветия. Но они несколько, конечно, крупнее, чем цветки лаванды. Но издалека они производят такое достаточно сильное подобие лаванды. Ну и самый, на мой взгляд, привлекательный вид из однолетних заменителей лаванды – это сальвия мучнистая. Мучнистая название она получила за то, что у нее лист имеет такой сизоватый оттенок, как будто припудрен мукой. И издалека вот эти серебристые сизоватые листья напоминают листья лаванды, а голубые цветки в колосовидных соцветиях также создают иллюзию лаванды. Кроме того, сальвия мучнистая имеет характерный запах именно сальвии, шалфея лекарственного. То есть, в принципе, также несколько вписывается в концепцию именно лаванды. Это ароматное растение с серебристыми листьями и синими-голубыми цветами. Надеюсь, мой рассказ был вам полезен, и вы найдете себе по душе растение, которое поможет создать вам сад вашей мечты. С вами была Анастасия Булес на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok